Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим сейчас разговор о послании к евреям. И обратимся к восьмой главе. В восьмой главе автор послания подытоживает основные мысли, которые были высказаны им в предыдущих главах, о священстве Господа Иисуса Христа по чину Милхиседекову. И, собственно, начинает он восьмую главу словами «Вот самое главное из того, что я вам говорил, самое главное – это то, что Христос – первосвященник, который воссел одесную престола величествия на небесах». Сложная такая словесная конструкция, которую применяет автор послания к евреям для того, чтобы мы увидели некоторый зрительный образ Бога, восседающего на престоле величествия на небесах, и Христа, как первосвященника, восседающего рядом с ним, по правую сторону от него. Вот эти образы явно совершенно перед глазами автора послания к евреям. И вот он говорит «Христос воссел одесную престола Божьего, потому что он совершает священодействие в истинной скинии, в истинной скинии, подлинной, настоящей». Таким образом, автор различает то, что происходит на небе, то, что происходит на земле. У него имплицитное предположение наблюдается, что все, что есть на земле, все то, что совершается, в том числе и священнослужение, которое совершается на земле, есть некий прообраз, скорее бледный прообраз, бледное подобие того, что происходит в истинной скинии на небесах. И вот он, собственно говоря, что поскольку Христос, как первосвященник, там на небесах воссел в истинной скинии, вот его служение, его священодействие, есть священодействие превосходнейшее. И он дальше, видите, говорит о том, что если бы он оставался на земле, то не был бы священником. Несколько неожиданный такой поворот мысли, но для автора важно вот что сказать. Он говорит, ну здесь-то есть священники, есть кому приносить жертвы. То есть он таким образом совершенно не отрицает реальность и подлинность Ааронова священства, то есть тех священников, которые служат в Иерусалимском храме и принадлежат таким образом к колену Ааронова. Соответственно, автор говорит, здесь Христос не мог бы быть священником, потому что здесь уже есть вот эти из колена Ааронова. Поэтому здесь просто другой не нужен. Но поскольку он совершает свое служение, приносит некую жертву на небесах, восседая одесную престолу Божьего, а там, наоборот, нет тех священников, которые здесь по завету с Моисеем совершают это служение, значит, там он становится вот как раз наоборот вместо них первосвященником. Ну вот такая у него логическая картина. И дальше автор делает из этой картины тоже некий, с его точки зрения, вполне логичный вывод, что если здесь на земле есть левицкое священство, но нет священства Христа, то, соответственно, наоборот, там на небе есть священство Христа, нет левицкого священства, соответственно, но Христос как первосвященник совершают служение превосходнейшее, потому что там он посредник или ходатай другого лучшего завета. И вот этой теме будет посвящена вторая половина послания к евреям, начиная с 8 главы. Лучший, больший, новый, другой завет, первосвященником которого сделался Христос. Завет, который не на законе осуществляется, а на обещаниях. Надо сказать, что автор послания к евреям пытается объяснить, что он имеет в виду, о завете, который покоится или опирается на обещания, а не на закон. Но нельзя сказать, чтобы это удалось. На самом деле все равно некоторые вопросы остаются. И в то же время это, по крайней мере, хотя бы какая-то попытка создать целостную богословскую концепцию, суть которой в том, что Христос превыше всех, в том числе превыше ангелов, как он говорил в начале, Христос – первосвященник, раз первосвященник, но на небе, значит, завет другой, и этот завет лучше, этот завет лучше тот новый, который заключает Христос. Или посредником, ходатаем, которого был, в заключении которого был Христос. Сама по себе эта идея для автора послания к евреям, будь то Павел или не Павел, сама по себе идея ходатай и посредника тоже очень важна, потому что завет, вообще говоря, не заключается просто так с кем-то, с толпами, потому что, знаете, я бы дерзнул утверждать, не в характере Бога иметь дело с толпами. Бог не разговаривает с массами. Бог всегда разговаривает с конкретными людьми, поэтому в каждом завете, о котором мы будем, мы читаем с вами в Священном Писании, мы видим, что есть некоторый ходатай, посредник, и для автора послания к евреям важно, что все эти подсредники или ходатай из заветов люди, которые жили, служили Богу, верили Богу и умерли, а Христос иной, поэтому завет, который заключает Христос, говорит автор послания к евреям, он лучше, он больше, выше, он превосходнейший, в каком-то смысле его можно назвать окончательным. По-видимому, он ожидал, что такое рассуждение вызовет изрядное удивление у его читателей, поэтому считают необходимым в седьмом стихе привести некоторую аргументацию. Он говорит, если бы тот первый завет, он имеет в виду, конечно, завет, заключенный через Моисея на горе Синай, если бы тот первый завет принес бы желаемый результат, то не нужен был бы никакой другой, будь первый завет безупречным, не нашлось бы места иному. Таким образом, из предположения, или, скажем, своего ощущения, опыта того, что Христос – первосвященник, он делает вывод, что это священное служение другого нового завета, и этот завет должен быть лучше, выше, но он должен быть предельным, абсолютным. Значит, заключает из этого автор послания к евреям, тот предыдущий завет должен был быть неполным или несовершенным. Вообще говоря, не совсем очевидная тоже идея от того, что завет со Христом заключен позже, и он действительно полный и окончательный, не совсем следует, что предыдущий был неполным, несовершенным и неокончательным. Разница, на самом деле, в присутствии Христа, а не в свойствах завета. Но для автора послания к евреям вот эта логика выглядит необходимой, не столько правильной, сколько именно необходимой. Более того, он находит нужным напомнить своему читателю, что вообще говоря, Бог предупреждал о Новом Завете. И он приводит пространную цитату из 31 главы книги пророка Иеремии о заключении Нового Завета, где Господь говорит через Иеремию, вот наступают дни, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, Новый Завет, Другой Завет. И, соответственно, в подтверждение своей идеи, своей позиции, автор послания к евреям цитирует, обращает внимание читателя на такие слова Бога, не такой завет, который я заключил с отцами их, потому что они не прибыли в том завете моем. Обратите внимание, что на самом деле здесь налицо некоторая нестыковка, несоответствие, потому что пророк, вернее, Бог через пророка, говорит о том, что я им дал завет, они в нем не остались, выпали, предали, нарушили, теперь я дам им другой. Здесь нет утверждения о том, что предыдущий завет был чем-то плох, что, как можно предположить, не удержал сынов Иуды от падения. нет. Все же через пророка Иеремию Господь не об этом говорит. Он говорит о том, что этот завет будет другим, потому что он будет обращен к природе людей. Но, тем не менее, новую, свою, в каком-то смысле, логику вкладывает в эту цитату автор послания к евреям. И вот он поэтому говорит, вот другой завет, другой он будет заключаться в том, что вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Таким образом, Господь говорит через Иеремию о том, что этот завет действительно изменит человеческую природу его участникам. Вот почему, собственно, так важна оказывается эта цитата для автора послания к евреям, потому что он дальше будет говорить о том, что этот новый завет другой, потому что он нас меняет, потому что мы становимся другими. И этим он отличается от всех предыдущих заветов. И вот я буду им Богом, и они будут моим народом, продолжает он цитировать Иеремию. Он цитирует правильно как следует, то есть все высказывание целиком, не так, как через пару столетий после написания этого текста будет принято цитировать, вырывая из контекста те места, которые тебе нужны. Поэтому цитируя как следует, так, глядя на смысл содержания, на месседж, который вложен в текст, он говорит и о том, что уже не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познайте Господа, потому что все будут знать меня, потому что я прощу беззаконие их. Это на самом деле радикально важная история про Новый Завет, про то, что Господь говорит о Новом Завете, который будет на плотяных скрижалях сердца начертано о Новом Завете, в котором все будут знать его. И, собственно, вот это взаимное поучение, что, обратите внимание, является еще и функциями Ветхозаветного священства, это тоже станет уже не нужно, потому что в этом Новом Завете прощение Бога познакомит всех людей с его сердцем. Таким образом, все будут знать меня, говорит Господь. Ну, и, конечно, нельзя не обратить внимание на то, что, вообще говоря, этот комплекс идей в Новом Завете продержался крайне недолго и довольно быстро восстановилось в сущности подспудно, неосознаваемо, то, что составляло суть Ветхозаветного Левицкого священства, эти ежедневные жертвы, которые приносятся каждый день учения и, соответственно, идеи, идеология целая, представляющая церковь как учащую учащуюся, да, где одни имеют право, власть, обязанность и так далее учить других, что явно в Новом Завете все же не предполагалось ни по пророку Иеремии, ни по тому, что здесь пишет автор послания к евреям. Одним словом, некоторый так можно выразиться откат назад из той высоты Нового Завета, свободы, которую предлагает Христос, этот откат, конечно, происходит, потому что сама по себе конструкция закона, в котором она гораздо проще, в ней жить проще. Ну вот, теперь сам автор послания к евреям в этом месте, в самом конце восьмой главы, говорит, что Бог через пророка самим по себе словом Новый показал, что предыдущий Первый Завет был ветхим, а ветшающее и стареющее в конце концов должно исчезнуть, скоро причем должно исчезнуть. Таким образом, из выражения о том, что Бог заключит другой Завет, которое сформулировано было в восприятии автора послания к евреям как Завет старый, предыдущий, ну или мы теперь говорим ветхий, делается вывод о том, что он должен быть исчезнуть, должен быть уничтожен и его заменит какой-то некоторый Завет новый, о котором дальше будет собственно вести речь автор послания к евреям. Ну вот эта глава таким образом становится переходной от темы священства Христа к теме Нового Завета. Христа Елена Христа